Перевести закрылки во взлётный режим, установить нужный шаг винта и, как в машине, подать газу. Взлёт. Грузопассажирский самолёт Ан-2 совершает вылеты в зависимости от класса пожароопасности в регионе. Сейчас он третий, поэтому самолёт летает раз в три дня. Этот облёт мы совершаем вместе с начальником Главного управления МЧС России Паризанской области Сергеем Ивановичем Филипповым. Если класс пожароопасности поднимется до четвёртого, то вылеты будут чаще. Каждый день. Сейчас задача – это пролететь по основному маршруту. Маршрут был спланирован на конце недели для того, чтобы понять обстановку на выходные дни. Действительно, сегодня у нас повышение температуры. Хорошо сейчас дождик пошёл, но, тем не менее, маршрут был у нас Протасово, Спасский район, Клепиковский район, граница и обратно. И очаг пожара нашли. Об этом сразу же передали в Центр управления в кризисных ситуациях. В результате полёта в целом больших лесных пожаров обнаружено, однако обнаружен очаг подстилка горит в лесу. Это 19,5 километров южнее села Веретье, 350 градусов. В результате облёта мы передали координаты на землю в Центр управления в кризисных ситуациях. И сейчас направлена группировка сил и средств для того, чтобы ликвидировать данный пожар. При таком очаге возгорания есть и свой минус. Техники туда сложно дойти, расположенном в труднодоступной зоне. После нахождения одного очага пожара отправились дальше по установленному маршруту. Вот только последовать по нему далеко не получилось. Из Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о двух пропавших гребниках. Вот сейчас буквально мы вылетели, пришло сообщение от Центра управления в кризисных ситуациях, что два потерявшихся гребника в деревне Ухоцко-Спасского района. С помощью авиации мы также можем, исходя из координат телефона, найти потерявшихся и передать информацию на землю. Заметить гребников в зелёной зоне сложно, говорят специалисты. Тем более сейчас, когда они чаще всего надевают камуфляж для такого похода. Вот уж действительно тихая охота. Если гребники одеты в яркую одежду или они разожгли костёр, то заметить их реальней. В противном случае придётся ориентироваться на самолёт МЧС. Когда гребники его увидят, то позвонят 112 и по координатам спасателей и сориентируют. На маршрут вернулись после небольшого крюка, но и здесь его пришлось скорректировать из-за погодных условий. Вот так выглядит дождь с высоты птичьего полёта. Кстати, сам самолёт Ан-2, по словам специалистов, может подняться на высоту 4000 метров, но оптимальное для наблюдения 200-300, но можно и на 500. По окончанию облёта самолёт заходит на посадку. Происходит это куда сложнее, чем взлёт. Но для экипажа это был лёгкий удар с шасси, а взлётную полосу самолёт сел. Гроза пассажирской самолёта Ан-2 вылеты совершает часто, и маршрут всегда разный. Перед этим вот крайний вылет был позавчера. Летали в район Савский район и район Кустарёвки на границе с Мордовией. Вот там очень был большой пожар, горели торфянники. Сотрудники МЧС начинают патрулировать территорию региона с воздуха ещё с апреля, когда начинается половодие. В 2019 году, правда, таких вылетов было не так уж и много. С половодием повезло. Теперь патрулируют лесные массивы, чтобы быть уверенным в том, что крупных лесных пожаров не случится. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город.